Я поставил перед всеми нами президент Российской Федерации, указит по реализации национальных проектов. Потому что задачи действительно ставят большие. И сегодня было обращено внимание, и на самом деле это реально так, что задача особенно в реализации экологических вопросов. И в реализации программы по комфортному жилью и комфортной городской среде, по доступному жилью и комфортной городской среде, по автодорогам. Большая роль играет муниципалитет, и местные органы самоуправленные. Без их, конечно, увлечения и понимания тех проблем, с которыми они сталкиваются, будет тяжело решать задачи, на которых выделяется практически 40% от всего объема национальных проектов. И от них, конечно, влияет ускорение жизни и труда граждан. Поэтому мы сегодня подробно обсудили все эти вопросы, послушали большое количество предложений. Замечаний и проблем, с которыми сталкиваются муниципалитеты. И я думаю, что у всех осталось позитивное такое ощущение от обсуждений. И главное, чтобы те намеченные меры, которые мы, конечно, направили в федеральные органы власти и в регионы, они нашли реализацию. И мы все для этого будем делать. И отметили также несколько моментов, на которые обращать внимание, что, конечно, важные задачи и цели, особенно на уровне муниципалитетов, обсуждать с гражданами и жителями. Потому что очень важно, знаете, когда чем серьезнее и тяжелее задачи, тем важно вовлечение людей и граждан. И выступающие сегодня в обсуждении мы понимаем, что очень важно участие и обсуждение с людьми ключевых вопросов развития города, ключевых задач, которые ставят национальные проекты. И для того, чтобы успешно реализовать, и для того, чтобы, на самом деле, мы видим, часто дает негативные последствия, отсутствие диалога с людьми и обсуждение национальные задачи и прогнозы. В целом, я думаю, что ощущение, которое действительно очень хорошее обсуждение, важно, что участвовали и представители всех уровней власти, всех регионов, и экспертного сообщества, и законодательные, и исполнительные власти всех уровней. Я думаю, что вот этот важный диалог, он даст свои... Спасибо. 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 Во-первых, хотел бы высказать славу благодарности Игорю Анатольевичу за проведение именно консультативного совета по развитию местного самоуправления на площадке Саратовской области здесь было. И, на самом деле, та практическая часть, которая прозвучала, она заслуживает уважения, потому что здесь не какие-то хвалебные отдыхи, а именно те проблемные вопросы, которые на пути реализации стратегии развития сегодня в целом, касаемых национальных проектов, отдельно взятых территорий и регионов в целом. Ну и, конечно, те вопросы, которые, как вы и сказали, касаются жизнедеятельности повседневно. Вот работа как раз с ТКО, много было вопросов, они практически аналогичны у всех территорий, в частности, Приворского федерального округа. Надо сказать, что мы здесь немного ранее, в 2014 году еще приступили к реализации вопросов, направленных именно с работой с ТКО, и вопросы концессии, они были тоже для нас новыми, но мы сумели продвинуться, сумели, во-первых, два перерабатывающих центра по инвестиционной программе поставить в Саратове, в Энгельсе, в Балакова. Сейчас завершаем третью стартировочную станцию большую в городе Саратове, и вот услышали сегодня возможность еще федерального центра, как экологический оператор, чтобы дополнительно выделили ресурсы для того, чтобы построить именно такие межмуниципальные комплексы. Но надо сказать, что есть и положительные моменты в этой части, да, мы совершенно правильно продвинулись, хороший сбор на реализацию, но общая задача стоит, конечно, это экологическая культура, и задача экологии в целом стоит. Мы должны научиться в этих направлениях системно работать, потому что у нас тот сбой, у самого, ранее он не оператор назывался, но просто люди, которые занимались сбором и утилизацией, это было также в одном лице, и я помню, что у нас перед Новым годом, как раз перед Новым, в 2019 году, какой сбой был, но мобилизовав усилие, нам удалось выйти, но это, конечно, с большими потерями, большими недобствами для жителей. Сегодня эта система отлаживается, те вопросы, которые остаются на повестке, они общие, именно места сбора мусора, где мусор в ТКО убирается, а все остальное присутствует, мы не найдем, кто хозяин, и кто должен этим заниматься. То есть трактовка такая вот жесткая, твердая, что является именно мусором ТКО, я думаю, что в самое ближайшее время федеральное законодательство будет в этой части тоже в ногу со временем изменяться с учетом тех предложений, которые снизу идут, для того, чтобы система повторяя работа. Иначе без этого просто будет очень сложно. Но есть вопросы, касаемые, в частности, о чем мы говорили сегодня, местное самоуправление, если мы только будем перекладывать и ждать, что кто-то приедет и наведет порядок, этого, конечно, не будет. Поэтому мы в этой части должны быть сами, предвидеть многие моменты и выносить изменения, если необходимо, в региональное законодательство, чтобы эти вопросы разрешать. Я думаю, что будем делать все возможное, чтобы не только отражение тарифной политики влияло на это, ни один тариф, маленький, большой, не будет срабатывать в удовлетворении жителей в решении этих вопросов, если только не наведем порядок. А порядок должен наводиться быстро, а не так, чтобы мы вывезли контейнер, а все в округе там остается, мусорные площадки, такого быть не должно. Поэтому должно быть раскрепление всех мест, сбора, прежде всего, мусора, и ответственность за теми площадками, которые сегодня есть. Будут ли это управляющие компании, иная форма, приближенные как раз к управлению живым сектором, и настолько они должны быть расположены сегодня. У нас, в частности, мы пошли по действующей схеме. Здесь есть большая пока проблема. Они находятся то почти на проезжей части, то еще где-то в неудобстве для жителей. Они должны расположивать таких местах, которые не доставляли ни гостям, ни жителям никаких там неудобств. Вот это самое главное. Поэтому вопросов много еще остается на повестке, но мы здесь движемся вперед. Продолжение следует...